В один прекрасный день это было, если я не ошибаюсь, я почему-то все время думаю, что это было в пятницу утром, никого на работу не взяли. А в круговую стояли вот эти шуцманы. Шуцманы это полиция по-немецки. Здесь говорят полиция, а там у них были шуцманы. Это какая полиция? Немецкая. Украинцы были, конечно, украинцы были, но под руководством немцев. Они шли все в белых повязках тоже с фашистским знаком. И они стояли рядом друг около друга вокруг этой самой прорубки. Открываются ворота и въезжает один немец. Немец-ассессорец, тоже с таким знаком, асессорским на рукаве. Всех людей, даже больных, выгнали на площадь. Это как раз было около нас, если вы помните, я вам говорила о том, что мы на базаре жили. Вот этот базар. Он поднял, вот я сейчас вам рассказываю, это все стоит у меня перед глазами. Он поднял палку, они же все с палочками всегда ходили, и говорит, тише. Я вам хочу сказать два слова. Вот мы отправляем вас в лагерь на два-три дня. Возьмите самые ценные вещи. А потом вас посадят в другой лагерь, и ваши вещи вам все привезут. Начался такой гвалт на площади, потому что больше никого никуда не пускали. Вот как выгнали всех, в чем было. И там была у нас одна Менделла. Ее звали, это женщина Кудощавая. Муж у нее работал, вот крупу делали, круподерщик. Они были очень-очень богатые. И она рвалась домой, а эти шуцманы, эти украинские, на прикладах поднимали ее, как мечом. Она туда не поднимут и бросит, поднимут и бросит. Знаете, как мячиком. И потом начали делить. Разделили на три сорта, на три категории. Там у двоюродной сестры моей, там мальчик был, он был еще младше, чем я. Подлезла моей покойной маме под платье и кричит. Тетя, спрячь с меня, я хочу жить. Такой маленький. Вот все пожилые, у них важна и мама, и отец. Вот это двоюродная сестра с ребенком. Ну, большинство такие, это в одну сторону. А молодые, вот как двоюродная сестра, там это в другую сторону. А у меня брат же работал за год зерно. И он сказал, что сестра, это его жена, а я и вторая сестра, и мои дети. Их было 12 человек, которые работали за год зерно. Их сразу отделили в отдельную сторону. Вот поэтому этих всех, и вот этих молодых отправили в лагерь в Литичи. Вот этих стариков сразу, вот там убили, там было две ямы, где один ямин, знаете, есть искусственные оливки такие, вяжущиеся. Он сидел, завернутый голову под это самое, полотенцем и всех убивал. Он давал пулю, неизвестно куда эта пуля. Или она попадала, или не попадала. Насколько люди рассказывают, это я не видела, что земля ходила хрюном. Живых детей маленьких бросали в яму, даже не на ходу. Вот поднимут, он выстрелит, попал, попал, не попал, так бросает. Поэтому земля ходила ходуном. Нагло всех. Этот расстрел, когда погибли ваши родители, когда он был? Ахтургенелл, это 8 дней Элул, 23 августа. 22 или 23 августа. Какого года? С 12-го года. С 12-го года. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.